Ф-8 Ф-8 конференция, на которой разработчики и предприниматели делятся опытом создания персонализированных и социальных технологий. Все, что я делаю, это всегда побеждаю. Люблю эту песню. Добро пожаловать на F-8. Мы изменим вселенную. Я говорю это каждый год. Ну что ж, я хочу начать с главных вопросов. Первый — это важность подлинной личности. Я — Марк Цукерберг. И под этой толстовкой скрывается прочный, охрененно прокачанный брюшной пресс. Теперь давайте сразу перейдем к той части, где я буду хвастаться по поводу увеличения числа пользователей. Этот год был крайне успешным. Число наших пользователей по всему миру стало настолько гигантским, что в конечном итоге мы просто затрахались их считать. Скажу примерно для сравнения. Пользователей Фейсбука больше населения Европы, больше количества людей, снимавшихся в телесериале Хоррор. Даже больше пользователей тех сайтов, чьи создатели утверждают, что они сравнялись с Фейсбуком. Но как много? Да всем похеру, не задавайте так много идиотских вопросов. Майспейс вон задавал слишком много вопросов, так я порешал их. Отвез в пустыню и пустил ей в башню пулю. Думаете, я шучу? Не, нихера. Но теперь давайте перейдем от увеличения числа пользователей к привлечению пользователей. Привлечение пользователей это, конечно, когда Чарли Шинн женится. Гоню, гоню. Он по жести торчит на препаратах. На самом деле речь идет о том, как мы взаимодействуем друг с другом в сети. Мы все чаще используем значок поделиться. У вас встал? Поделитесь этим с друзьями. Нет зубной пасты? Поделитесь этим с друзьями. Вы получаете по голове в подворотне? Не делитесь этим с друзьями. Для этого есть Твиттер. Итак, вы меня слышите, вы знаете, кто вы такие. Но в будущем все будет еще более открытым. Возьмем для примера мою псину. Бист зарегистрировался в Фейсбуке 6 месяцев назад. И благодаря тому, что он постоянно со всеми всем делился, у него уже 200 тысяч фанатов. Став таким популярным, он даже сменил погоняло. Теперь он псина Лил Уэйн. Это та самая открытость, в которую верит Бист. И в этом нет ничего нового. В 2008 году молодой парень по имени Зак Доук теоретически предположил, что количество того, чем делятся люди, увеличивается вдвое каждый год. Это оказалось правдой, и теперь это называется законом Цукерберга. Это выглядит впечатляюще. Но на самом деле, иметь свой собственный закон, это не так уж и сложно. Любой на это способен. Надо только сделать какой-либо постулат или аксиому. Или вы забиваете на это и тусите с телками. И то, и другое отличный выбор. Это полностью зависит от вас. Но суть в том, что вы приближаетесь к вам настоящему, когда делитесь всем подряд. Теперь можно делиться приватом. Например, я делился чем-то с самим собой. Иногда несколько раз за день. Иногда даже в моей собственной ванной. И никто не может сказать, что это странно. Не так ли, Грэг? Я также с гордостью хочу объявить о некоторых нововведениях на Фейсбуке. Например, новый раздел в списке друзей. Он называется «На самом деле я не дружу с этими людьми». Это крутой способ избавиться от придурковатых одноклассников из средней школы, от старых собутыльников, которых вы встречаете на благотворительных вечерах, от соседей-расистов и от тетушек. Я на самом деле не дружу с ними. И пусть все узнают, что я не имею с ними ничего общего. Я полностью их игнорирую. И еще. Вам уже надоело напиваться и подмигивать тем людям, которым лучше этого не делать? Например, вашему коллеге, или едва знакомому человеку, или вашему двоерудному брату? Что же, я с гордостью представляю вам еще одно нововведение, называющееся «Медленное подмигивание». Этому подмигиванию нужно 24 часа, чтобы его получил тот, кому оно адресовано. Так что у вас есть целый день на то, чтобы протрезветь, понять, что вы идиот, и отозвать это подмигивание. «Медленное подмигивание» называется так, потому что любой чувак, который перебрал пиво, может впасть в неадекват. Наглядный слайд. И теперь песня, которую я написал сегодня утром за завтраком. Один, два, три, четыре. Смеси сухофруктов. Она сладкая и хрустящая. Смеси сухофруктов. Не бросайте ее на пол. Е-е-е. Энди. Че исполняешь? Кто Энди? Я Марк Цукерберг с охрененным брюшным прессом. Алло. Нет, это я, Марк Цукерберг, а ты Энди Сэмберг из субботнего ночного шоу. Нет, ты гонишь. Толстовка, сандалии и классический загдог. Слайд. Ладно, не гони, чувак. Ладно, признаюсь. Но ты знаешь, иногда я так хочу быть тобой, Марк. Ходить в твои обуви, забрать себе твой хлебальник. Зачем тебе моя хлеборезка? Слышь, дай мне миллиард долларов взаймы. Че, снова надурь? Да у меня глаукома. Слышь, чувак, ты жестко исполняешь и показываешь всякую херню. Медленное подмигивание, этого даже в природе не существует. Порешали же, что я буду наговаривать тебе через наушники, а ты будешь повторять за мной. Наушники? А, это вещица, что ли? Вот че за проблема, они были в моем кармане. Технические неполадки, да? Вообще-то мы называем это ошибкой пользователя. Слушай, посмотри на нас с тобой здесь. Я хочу сказать, что перед нами сборище Берга. Каких еще других Бергов ты видишь? Странно, что ты спрашиваешь, да посмотри вокруг нас, вон там наш старый приятель Джесси Айзенберг. О, господи, чувак, лучше не начинай. Ладно, слушай, Марк, это все таки естественно для меня, я делаю это все инстинктивно. Если бы ты уже не придумал Фейсбук, ты бы все равно рано или поздно придумал бы его. Ой, извини, я все время гоню. Можно я тебя поцелую? Нет, не надо меня целовать. Ладно, извини, я слишком заигрался. О, только посмотри. Вот еще нарисовался один Берг. И он настоящий борец. О, нет, только не Марк Уолберг. Слушай, Цук, как это вообще все происходит? Ты создал Фейсбук, да? Это ведь очень-очень круто. Медленное подмигивание, это реально? Я правда могу это использовать? Нет, это ты ее придумал, Энди, ты сам. Окей, было приятно с тобой познакомиться. Передай привет твоей маме от меня. Ладно, Энди, перейдем к главному. Желаю тебе хорошего субботнего шоу. Спасибо, возможно я передам его по телефону. Я уже израсходовал весь мой запас приколов для него. Бист, ты лучший! Поприветствуйте Энди Сэмберга. Я так рад быть сегодня с вами. Это наш четвертый F8. И хотя мы недавно запустили много новых фишек, сегодня я хочу вам показать две самые потрясающие вещи, над которыми мы работали все это последнее время. Хотя Энди шутил, но тем не менее, многие моменты в его шутках были правдивыми. Если оглянуться назад, мы поймем, что последние пять лет развития социальных сетей заключались в том, чтобы заполучить как можно больше пользы. Связать их со всеми людьми, которых они знают в жизни. До недавнего времени многие люди все еще не были уверены в том, насколько масштабным и длительным будет этот феномен. То есть, когда люди связываются и общаются друг с другом онлайн. Но сегодня все признают, что социальная сеть стала вездесущим инструментом, которым пользуются миллиарды людей по всему миру, чтобы общаться друг с другом каждый день. Как раз на прошлой неделе у нас был очень важный этап для Фейсбука. Мы зафиксировали полмиллиарда зарегистрированных пользователей в сети. Полмиллиарда пользователей. И все больше людей заводят в Фейсбук страницы и затем сидят там каждый день. Но продолжая тему, скажу, то, что вызывает еще больше интерес, чем простая регистрация пользователей и возможность общаться друг с другом, это все те вещи, которые стали теперь возможными в Фейсбуке, после того, как все люди стали его пользователями. Следующие пять лет, следующая эра, будет определяться приложениями и глубиной пользовательского привлечения. Теперь, после того, как все пользователи уже зарегистрированы и вся социальная сеть в целом построена, очень интересно и интригующе участвовать в строительстве всех приложений, которые теперь стали возможны. Сегодня я хочу начать разговор с самого сердца вашего пользовательского опыта с вашего профиля. Дело в том, что, какую бы эволюцию нашего продукта мы ни делали, в центре всегда находится профиль. Люди обладают повышенным чувством собственности в отношении их профиля. Именно туда они помещают всю информацию о себе. Миллионы людей потратили тонну времени, чтобы рассказать всю историю их жизни на своем профиле. Это действительно ваш собственный продукт. А наша задача это сделать так, чтобы вы могли выражать свою сущность и делиться на вашем профиле всем, чем вы хотите, в наилучшем виде. Теперь поговорим о том, как эта практика изменялась на протяжении нескольких лет. Итак, это самый первый профиль 2004 года. Он, конечно, стрёмный. Мы часто говорим о профиле, как о чем-то, чем вы делитесь с людьми в первую очередь, в самой первой беседе, после того, как вы только что с ними познакомились. Этот профиль — это первые пять минут вашей беседы. Это самая основа, вступление. Вы можете сказать, откуда вы родом, в какой школе вы учились, где вы работаете, находитесь ли вы в отношениях, с кем-то список ваших интересов, но не более того. Вы можете загрузить одну фотографию, но не можете загрузить фотоальбомы, не можете создавать группы или события, или что-либо другое в таком роде. Там даже не было стены для записей, но людям понравилось это. Он был революционным, поскольку он был первым веб-пространством, где люди могли свободно выражать свою сущность. Вот что было важным. Даже если профиль занимал всего первые пять минут вашей беседы, он был полезным, поскольку давал вам возможность изучить за эти пять минут всю информацию о ваших новых друзьях и знакомых. Но людям хотелось иметь больше пространства, чтобы выражать себя, так что мы начали добавлять туда новые вещи, статусы и фотографии, группы и приложения, и очень быстро этот профиль достиг предела того, что он мог выражать. Если первые пять минут вашей беседы касаются самой основной информации о вас и служат как бы знакомством, то следующие 15 минут о том, чем вы недавно занимались в жизни. Так, в 2008 году мы представили совершенно новый профиль. Профиль перестал быть хранителем лишь самой основной базовой информации, а стал вмещать в себя все вещи, которыми вы делились или которые вы делали в последнее время. Это сделало профиль гораздо богаче и интереснее, и поставило его в центр внимания в течение следующих 15 минут вашей беседы. Но проблема в том, что мы — это не только то, что мы делали в недавнее время. Большинство серьезных разговоров касаются самых различных сторон вашей жизни и вообще самых разнообразных вещей. И в социальных сетях на сегодняшний день это не так-то легко сделать. Конечно, вы можете спуститься вниз стены и увидеть информацию, стоящую внимания за предыдущие несколько недель или месяцев, но кто захочет это делать больше, чем пару раз? Не думаю, что найдутся желающие, и даже если кто-то и захочет, ему придется пробираться через абсолютно все обновления статуса, чтобы добраться до какой-либо важной информации. И так все истории, которыми ты когда-либо делился, уходят вниз стены и затем исчезают. Миллионы людей провели целые годы, участвуя в тех или иных событиях своей жизни, а сегодня они не находят хорошего способа поделиться ими. Мы думаем, что это настоящая проблема, и мы думаем, что мы нашли решение, Вместо того, чтобы спускаться вниз страницы и кликать на значок «Показать предыдущие записи», представьте себе, что вы рассказываете историю своей жизни со всеми вещами, которые вы когда-либо делали, освещая все самые важные и значимые в ней события. И поскольку они являются уникальными моментами вашей жизни, освещение всех этих событий должно быть красивым, впечатляющим. Так, если первоначальный профиль занимал первые пять минут вашей беседы, а второй профиль следующие пятнадцать минут, то и то, что я собираюсь вам сегодня показать, будет занимать все остальное время. То есть следующие несколько часов замечательной, глубокой, доскональной беседы, неважно, близкий ли это друг или просто кто-то, кого вы только что встретили. Это самый ключевой момент вашего экспириенса на Фейсбуке, полностью переосмысленный и обновленный. Итак, это первая вещь, которую я хочу вам сегодня показать. Мы работали над этим целый год, и мы называем это «таймлайн». Временная шкала. Временная шкала — это история вашей жизни, и она состоит из трех частей. Все ваши истории, все ваши приложения и новый способ выразить свою сущность. Все ваши истории, все ваши приложения и новый способ выразить свою сущность. Итак, давайте взглянем на таймлайн. Первое, что вы заметили, это то, что он гораздо визуальнее. Здесь, внизу, вы можете помещать все ваши истории. Вы видите хорошую картинку инженеров команды Фейсбук, которые работают над некоторыми продуктами, которые мы собираемся представить сегодня. То есть внизу тут как бы стена, куда вы публикуете все события, только она имеет гораздо лучший и более яркий дизайн. Справа наверху вы видите года. Так вы можете обратиться к любому году вашей жизни, и можете увидеть весь ваш контент. В середине вы видите визуальные картинки. Тут вы можете открыть все ваши приложения и выполнить любое из их действий. И, конечно, наверху обложка. Там вы можете выразить свою личность. Все ваши истории, все ваши приложения и новый способ выразить свою сущность. Все это здесь есть. Теперь давайте взглянем на мой полный таймлайн. Итак. Вы прокручиваете мое прошлое. Всплывают все вещи, которые я делал в жизни. Замечательные фотки, карта мест, которые я посетил, еду, которую я приготовил, игрушка Марк Цукерберг, друзья, с которыми я познакомился, все места, где я побывал и так далее до бесконечности. Вы видите все годы моей личной жизни. Прямо до самого-самого низа. А вот как выглядит таймлайн на мобильнике. Вот так мы просто пробежимся через это все. В конце такая же симпатичная фотка ребенка. Итак, это таймлайн. Теперь я покажу вам, как он работает. Главная трудность при разработке таймлайна заключалась в том, как найти такой способ, с помощью которого вы могли бы рассказать всю историю своей жизни на одной странице. Вы не хотите показывать только недавние события в вашей жизни. Для этого простая стена была бы достаточно. Вы также не хотите показывать мельчайшие детали в вашей жизни, поскольку они не играют важной роли в определении вашей идентичности, особенно во временной перспективе. То, что делает таймлайн, состоит в следующем. Он начинает с показа всех ваших недавних событий и новостей, а далее, если вы идете вниз по временной шкале, то события, которые он отображает, становятся более выборочными. Таймлайн начинает фокусироваться только на самых значительных событиях в вашей жизни. Чем дальше вы опускаетесь, тем более важные события отображаются. Например, за прошлую неделю таймлайн покажет все, что я сделал. За прошлый месяц немного меньше, а события, произошедшие в начале этого года и того подавно. Этот механизм работы таймлайн – настоящая магия. Вот как вы можете рассказать всю историю вашей жизни на одной странице. Итак, вы можете спуститься немного вниз по моему таймлайну, чтобы увидеть все истории из моей жизни. Вот хорошее фото меня и Криса со свадьбы Криса. А вот здесь зафиксирована дата нашего полумиллионного пользователя. История намного круче. Это как стена, которая была раньше. Все, о чем вы недавно поделились, все есть в таймлайне. Если вы хотите обратиться к прошлому, вам достаточно кликнуть на год, представленный на временной шкале справа. 2007 год. Кликаю на год, и таймлайн сразу отошлет меня вниз к 2007 году. Вы видите, что вообще-то это далеко не полный список того, что я делал в 2007. Это только самые важные события. Вот фотографии с нашего первого F8, когда мы впервые раскрутили нашу платформу. Это были клевые времена. И вы видите здесь посередине своеобразную временную шкалу, и на нем есть два вида точек. Голубые освещенные точки показывают важный контент, который освещается. И есть еще серые точки, которые показывают менее важные события. Возможно, какие-нибудь комментарии или незначительные вещи, которые я делал в то время, они спрятаны, но тем не менее они все там, и вы их все можете найти. Если вы хотите их найти, надо просто навести курсор мыши на эти точки. Вы видите, например, что таймлайн решил скрыть картинку пустого подиума. Неплохо, но важно, что все это здесь есть. Если же я хочу увидеть абсолютно все события за 2007 год, то мне надо просто нажать на ссылку, и они все появятся. Это очень легко. Это именно так, как вы и хотели бы путешествовать во времени. Это замечательный способ обнаружить все вещи, которые люди когда-либо делали в жизни. Итак, если это вся моя жизнь, то я должен уметь добавлять туда новые вещи. Как это сделать? Допустим, я хочу добавить эту фотку из моего детства. Что мне надо для этого сделать? Я обращусь к временной шкале и нажму на середину, на экране высветится специальная строка. Я кликну на ней, что я хочу добавить фотку, и сделаю пост. Фотка появится на Фейсбуке. Вот она. Кстати, у меня все еще есть этот галстук. Это действительно здорово, классно и легко заполнять таймлайн всеми событиями из вашей жизни. Иногда вы хотите добавить некий контент, но чаще вам хочется добавить важное событие из вашей жизни. Чтобы это облегчить, мы создали совершенно новый тип контента, специально для этих важных в вашей жизни событий. А добавлять их можно тем же старым способом. Вы кликаете на временную шкалу, появляется специальная строка, вы выбираете важное событие, которое вы хотите добавить. Я, например, чуть ранее в этом году добавил, что у меня появилась собака. Я заполнил информацию про Биста, добавил его в фотографию, и вот это событие отобразилось в Фейсбуке. Но что вам нужно сделать, если вы хотите, чтобы таймлайн все фильтровал, кроме одного определенного типа контента? Вы можете кликнуть на эти красивые визуальные значки наверху, и вы можете обратиться к фильтрам, которые мы создали и которые мы назвали таймлайн-вьюз, с помощью которых вы сможете увидеть только один тип контента. Вот, например, таймлайн фотографий. Вы можете видеть людей, работающих в Фейсбуке, моих друзей, выпускников университета, фотки с дня игр на Фейсбуке и так далее. Все виды фоток. Это гораздо круче, чем все, что мы на сегодняшний день имеем. И я также хочу вам показать географический таймлайн. Все места, где вы когда-либо были, отмеченные на карте, вы можете посмотреть, где вы путешествовали, и это здорово. Я был в Калифорнию, несколько раз ездил в Нью-Йорк, чтобы повидать семью. Был во Флориде по случаю дня благодарения с семьей, несколько раз ездил в Европу, чтобы посетить там наши офисы. Все эти места есть на карте. И вы также можете использовать временную шкалу справа, чтобы расположить все мои путешествия во времени, доходя до первых лет моей жизни. Я мог бы показать вам больше. Таймлайн-вьюз — это лишь две из них. Итак, теперь вы знаете, как можно видеть все события вашей жизни на таймлайне. Теперь я хочу поговорить о приложениях и о том, как приложения помогут вам рассказать историю вашей жизни. Люди, использующие Facebook, действительно любят приложения. Когда мы впервые раскрутили платформу в 2007 году, самая распространенная причина использования приложений пользователями заключалась в том, что они хотели добавлять всякую всячину на свой профиль. Вы помните те времена, когда люди добавляли столько разных боксов с приложениями, 50 или 60, или даже сотню? Это было просто сумасшествие. Их было гораздо больше, чем мы ожидали. Они просто добавляли их внизу профиля, и очень быстро боксы становились слишком громоздкими. На опыте мы узнали, что люди хотят использовать приложения, чтобы выражать себя, свою сущность. И даже если они не могли все уместиться на старом дизайне профиля, мы усвоили этот урок и учли все это при создании таймлайна. Так что теперь вы можете использовать приложения, чтобы выражать так много разного контента, как вам хочется на таймлайне. Мы думаем, что люди хотят представлять все события, связанные с их жизнью, и для этого они будут опираться на помощь приложений. Итак, какие типы контента я могу поместить на таймлайн? Вы можете начать делиться различными событиями с помощью приложений, так же, как вы делали это раньше, и они будут отображаться как красивые картинки на таймлайне. Вот пример того, как я использую приложение «Социальная кулинария», чтобы показать, что я умею готовить аппетитные бургеры из бизона. Просто пальчики оближешь. Это обычная история. Поскольку таймлайн помогает вам резюмировать все истории и события, то, соответственно, не существует слишком большого или слишком маленького события для того, чтобы им поделиться. Так, если вы хотите, вы можете добавить наверху справа бокс приложением, включающим все события, которые произошли в вашей жизни за последнее время. И так же, поскольку таймлайн со временем все резюмирует и оставляет только важные события, то, возможно, это приложение, став частью прошлого, будет отражаться на профиле только как серая точка. Одно из важных нововведений, которые мы добавили, называется «Отчеты». Вот отчет обо всем, что я готовил в сентябре. Идея состоит в том, что очень часто просмотр резюме всех ваших жизненных событий намного интереснее и лучше для того, чтобы представить свою жизнь, свою идентичность, чем перечисление всех малейших деталей того, что вы делали когда-либо в жизни. Приложения вам помогают вписать всю вашу деятельность в подобные отчеты, которые будут появляться каждый месяц и каждый год. Таким образом, у вас будет хорошее краткое изложение вашей жизни. Это помогает вам выразить самих себя и всю свою жизнь на таймлайне. Мы думаем, что людям это очень понравится. Итак, я могу обратиться к таймлайн и кликнуть на любую из этих историй, и это приведет меня к таймлайн-вьюз, где я смогу просмотреть весь мой контент на таймлайне. Так, если приложение добавило какую-то историю на таймлайн, я могу прокрутить внизу и увидеть все, что я когда-либо готовил, все это в отчетах на моем таймлайне. Как добавить приложение на таймлайне? Вы можете добавлять приложение такими же способами, как вы это делали раньше, но один способ новый. Вы можете обнаружить огромное количество приложений на таймлайнах своих друзей. Вот таймлайн Брэда, и я вижу у него клевое приложение по бегу, позволяющее следить за его пробежками. Мне это нравится, так что я, наверное, кликну на «Добавить приложение» на мой таймлайн. Сразу на экране появится специальное окно. Да, вот оно, красивое окно, содержащее разрешение на это приложение. Вы видите, главная идея состоит в том, что вы хотите использовать приложение для того, чтобы разнообразить свой таймлайн с помощью разных новых приложений. Это окно показывает вам историю, которая отразится на вашем таймлайне, и мне остается кликнуть на нее, и она появится на моем таймлайне. Это действительно легко. Вот как приложения могут помогать вам рассказывать историю вашей жизни на таймлайн. Я расскажу вам более подробно в деталях о том, как все же создавать эти приложения. Есть еще один важный момент. С таймлайн мы не просто хотим создать пространство, в которое вы можете помещать все ваши истории и приложения. Мы хотим создать такое место, которое вы бы воспринимали как свой дом. То место, где вы рассказываете свою историю онлайн, это очень личное дело. Вы тратите на это кучу своего времени, следите за этим постоянно. Вы делаете ссылки на это место, и вы говорите всем вашим друзьям, где вас там можно найти. И мы хотим сделать с помощью таймлайна место, которое вы бы с гордостью называли своим домом. Так что таймлайн это совершенно новая фейсбук эстетика. И для начала она дает вам возможность освещать и курировать все истории, так что вы можете без труда выражать свое собственное я. Итак, первая вещь, которая вам бросится в глаза, когда вы зайдете на чей-то таймлайн, это обложка наверху страницы. Разве можно найти лучший способ рассказать о том, кто вы есть на самом деле, чем это может сделать большая красивая фотография на обложке? При этом у вас по-прежнему есть картинка профиля, так что вы можете использовать обложку, чтобы выразить уникальный момент своей жизни, что-то, чем вы интересуетесь. Это замечательный способ, чтобы узнать, что представляет собой человек, совершенно при этом ничего о нем не считая. Вы можете менять свою обложку так часто, как хотите, и поскольку вы используете фейсбук для себя лично, некоторые люди меняют ее каждый день, это легко. Вы просто наводите курсор на обложку, выбираете новую фотку, загружаете и бум, другая классная фотка собачки. Отца Биста. Я обожаю, как выглядит его папа. Не могу дождаться, чтобы Бист выглядел так же. Это вершина вашего таймлайна. А как насчет выделения важнейших событий в вашей жизни? Вот фотография меня и Присциллы с первой автомобильной поездки, которую мы совершили вместе. Наш первый совместный отпуск. Это фото очень важно для меня, и я хочу разместить его на таймлайне. Как это сделать? Вам надо навести курсор на любую из ваших историй на таймлайне, и появится звездочка. Вам надо кликнуть на нее, и появится более крупная версия этой истории, которую вы можете пометить на таймлайне как главное событие. Рубрика истории также сообщает таймлайн о том, что важно для вас, помогая вам резюмировать события вашего прошлого. Таймлайн выделяет все важные события и отмечает все истории, которые вы хотите. Конечно, если вы хотите скрыть что-то, например, старый пост от друга, который совершенно не важен, вы просто наводите курсор и избавляетесь от него. И если таймлайн пропустил что-то, поскольку это находится позади одной из многочисленных серых точек, то наведите курсор на эту серую точку, и вы его увидите, он там. Вы полностью контролируете все процессы на своем таймлайне. Вы можете контролировать контент вашего таймлайна, но вы также можете держать под контролем, и такой фактор, как то, кому виден ваш контент. Если хотите, вы можете взглянуть на любую историю, и вы можете сменить настройки приватности, сделав всего один клик. Например, эта фотка классная, давайте сделаем ее общедоступной. Итак, таймлайн – инструмент выражения вашей собственной идентичности, он полностью находится у вас под контролем. То, что вы там показываете, как вы это показываете, и кто может это видеть. Одна вещь, связанная с таймлайн, которую я нахожу потрясающей, это то, насколько различаются различные таймлайны у различных людей. Вот таймлайн путешественника. Просматривая его, можно увидеть все эти красивые картинки тех мест, в которых побывал его пользователь в своих многочисленных поездках. Это очень мило. Это все похоже на нее саму, это уникально. Вот таймлайн музыканта. Просматривая его, можно увидеть красивую фотографию на обложке инструмента, на которых он играет, фотографии с концертов, с тусовок, в которых участвовала его группа. Только посмотрите на все это. Даже не изучая подробно контент, вы интуитивно понимаете, кто этот человек. Это очень круто. Конечно, сегодня я проиллюстрировал большинство вещей реальными примерами в сети, на большом экране, поскольку с большим экраном все объяснять гораздо легче. Но все это возможно и на мобильных устройствах. Вот таймлайн бегуна на мобильнике. Опять же, вы можете увидеть все фотографии ее забега, всех лет ее жизни, вплоть до ее глубокого детства. Итак, это таймлайн. Это история вашей жизни, у вас есть все ваши истории, все ваши приложения и новый способ выражения своего собственного я. И теперь я хотел бы показать вам маленькое видео, которое мы сделали о таймлайне. КОНЕЦ 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 Мы действительно гордимся таймлайном. Мы думаем, что это важный следующий шаг, который помогает вам рассказать историю вашей жизни. Но еще более важно для нас, без чего он бы не стал таким успешным, было разработать совершенно новую категорию приложений. Именно об этом я и хочу в дальнейшем с вами поговорить. Следующая версия нашего развития – это совершенно новые категории приложений. Миссия Фейсбука – сделать мир более открытым и взаимосвязанным. И мы делаем это за счет того, что мы помогаем вам спланировать все вещи, с которыми вы связаны, так чтобы у вас было больше личного опыта во всех приложениях и вещах, которые вы делаете на Фейсбуке. Мы часто упоминаем о той карте, которую мы помогаем вам создать, в качестве развития ваших связей. И в 2007 году на нашем самом первом F8 я представил концепцию социального развития как отношения между людьми в мире. В прошлом году мы ввели концепцию открытого развития в качестве не только карты всех человеческих взаимоотношений во всем мире, но и карты вообще всех взаимосвязей и взаимоотношений в мире. И в качестве первого шага к этому мы сделали так, чтобы вы могли добавить все, что угодно на карту и связаться с этим, нажав на значок «Мне нравится». Благодаря этому вы можете связаться с гораздо большим количеством вещей, чем вы могли до этого. В этом году мы делаем следующий шаг. Мы сделали так, что вы можете связаться с чем хотите, любым способом, каким хотите. Теперь вам не обязательно лайкать книгу, вы можете просто ее прочитать. Это здорово, так как вы, возможно, прочитали в 10 раз больше книг, чем вы отметили значком «Мне нравится». И вам не нужно любить фильм, вы можете просто его посмотреть. Это также здорово, поскольку вы также, вероятно, смотрели в 10 раз больше фильмов, чем вы хотели бы отметить значком «Лайк». Вы можете просто съесть еду, вы можете просто отправиться в поход, вы можете слушать песню, вы можете связаться с чем угодно, любым для вас способом. Мы думаем, что благодаря этому вы можете общаться с гораздо большим количеством людей, подключаться к гораздо большему количеству предметов и так далее, чем раньше. Иногда мне кажется, что работая с открытым графом, мы словно пытаемся изобрести новый брендовый язык, описывающий то, как люди находят друг друга по всему миру и общаются друг с другом. И когда мы начали, наш вокабуляр был очень ограниченным, например, «Только кто ваши друзья?». Но в прошлом году, когда мы запустили открытый граф, мы добавили существительное, так что теперь вы могли лайкать все, что вам нравится. Но в этом году мы добавили глаголы, так что теперь вы можете связываться в сети со всем, чем только хотите. Например, «Марк совершил прогулку». Создание языка того, как люди связываются друг с другом, очень важно, поэтому мы делаем это очень тщательно и медленно. И каждый год мы делаем следующий шаг, вводим некоторые новые социальные приложения и вообще делаем так, чтобы люди могли по-новому выражать самих себя. Как же это может помочь вам выразить себя по-новому? Что ж, одна вещь, о которой мы постоянно слышим, заключается в том, что люди хотят делиться тем, что имеют, но они не хотят при этом досаждать своим друзьям размещением всякой скучной фигни в их журнале новостей. То есть у вас есть материал, которым вы хотите поделиться, но вы не хотите надоедать вашим друзьям. Проблема в том, что когда вы делаете какой-либо пост, он сразу отражается в журнале новостей у ваших друзей и занимает все их внимание. Так что наше решение этой проблемы создать новое пространство, более облегченное, где вы сможете увидеть облегченные публикации. Вот так мы придумали тикер. Тикер — это облегченный стрим всего, что происходит вокруг вас. Что-то может привлечь ваше внимание из-под угла зрения, но поскольку тикер движется так быстро, у вас просто не будет времени почувствовать досаду или раздражение, если действия ваших друзей отобразятся там. Когда вы делитесь постом, он попадает в журнал новостей. Но когда вы добавляете какую-либо деятельность через открытый граф, он попадает в тикер, а оттуда в таймлайн. Но она не отобразится в журнале новостей, если только она не содержит в себе какую-то особенную информацию, которая сможет заинтересовать ваших друзей. Вот что будет представлять из себя обновление открытого графа. До сегодняшнего дня не существовало социально приемлемого способа выразить облегченную деятельность. А теперь такой способ есть. Благодаря этому люди смогут выражать гораздо больше вещей, чем они могли до этого. Вот чем мы занимаемся в настоящее время. Вот в чем состоит сущность новой версии открытого графа. Мы провели весь прошлый год, работая над тем, чтобы люди могли связываться со всем, чем они хотят, и любым угодным для них способом. Все, что им нужно для этого, просто определить действие и опубликовать его. Это легко, но при этом это очень мощное средство. И мы думаем, что это сделает возможным построить совершенно новую категорию социальных приложений, которые были невозможны до этого. Какие приложения? Что ж, очень много приложений. Мы считаем, что в конечном итоге все приложения, которые вы используете, будут социальными. Но в мире есть естественный спектр от поведений действительно социальных до тех, которые не являются социальными. Те, что являются социальными по природе, первым образом преобразуются в социальные приложения. То есть на одной стороне спектра есть действительно социальные вещи, такие как игры и коммуникация, и для них уже есть готовые социальные приложения. Но на другой стороне спектра находятся вещи очень чувствительные и приватные, такие как здоровье, финансы, которые, как мне кажется, не станут социальными приложениями еще очень долгое время. Опять же, с помощью этого обновления открытого графа мы расширим набор тех областей, которые становятся социальными, чтобы включить в них еще парочку. И в первую очередь, все, что имеет отношение к медиа, музыка, фильмы, телевидение, новости, книги, все, что по своей природе действительно социально. Мы думаем, что эти вещи станут замечательными приложениями для открытого графа в этой категории. А затем идет то, что мы называем приложения, относящиеся к стилю жизни. Это приложения, которые помогают вам следить и выражать все самые разнообразные события вашей жизни, ваши забеги, велопоездки, то, что вы готовите и едите, то, как вы спите, ваше счастье, вашу моду и вообще все, что вы хотите. Итак, сегодня мы делаем возможным создание совершенно новой категории приложений и в то же время переосмыслить множество разных областей индустрии. Давайте взглянем поближе. Открытый граф позволяет создавать такие приложения, которые в первую очередь фокусируются на двух типах вещей. Первая помогает вам заполнить ваш таймлайн, о чем мы с вами уже говорили. А вторая помогает вам обнаружить новые вещи посредством ваших друзей. И мы собираемся делать это тремя способами. С помощью бесконфликтного опыта, с помощью интуитивной понятности и с помощью нахождения образцов, моделей в Facebook активности ваших друзей. Давайте начнем с бесконфликтного опыта. Я не знаю, как много из вас видели этот интернет-мим, относящийся к классической игре Марио, эту культовую картинку, когда он находит свой первый грипп, и внезапно на экране появляется бокс, предлагающий вам поделиться этим на Facebook. Я чуть не заплакал, когда это увидел. Я одобряю то, что тот, кто создал эту игру, понимал, что все современные игры должны быть социальными. Но я также придал этому особое значение, потому что это одна из самых худших вещей, когда посредине какого-либо приложения совершенно внезапно что-то всплывает на экране и предлагает вам этим поделиться. Сегодня мы работаем над тем, чтобы вам больше не приходилось делать подобные вещи. Итак, если вы используете одно из новых приложений открытого графа, вы сможете добавлять какое-либо событие или действие на таймлайн, и вам не будут досаждать эти или подобные им побуждающие картинки. Вы, однако, по-прежнему можете опубликовать это на стриме, если вы хотите. Но если ваша цель просто добавить облегченную активити, вам никогда не нужно будет вновь видеть эти картинки. Лучше всего думать о приложениях подобного рода, как о соединении воедино вашего приложения и таймлайна. Вы добавляете всю вашу деятельность и историю в приложении на таймлайне, и вы автоматически будете хранить их, и в то же время вы будете идти вперед таким образом, что все, что вы будете делать в приложении, будет отображаться на вашем таймлайне. Чтобы выполнить эту работу, мы полностью изменили концепцию идей, по какой причине вам нужно это приложение. Причина заключается в том, что вы можете добавить это приложение. Итак, в этом случае я добавлю приложение Spotify. Я уже раньше вам показывал, но неплохо было бы взглянуть на это еще разок в контексте того, о чем я вам только что говорил. Вы увидите, что мне совершенно ясно то, что будет делать Spotify. Прямо наверху в приложении написано то, что отразится на вашем таймлайне. Песни, радио, альбомы, которые вы слушаете. И еще вы получите большую картинку того, как это все будет выглядеть на таймлайне. Посмотрите на этот предварительный просмотр, и вы избежите любых сюрпризов. И вы можете также настроить функцию просмотра, кто увидит это. Итак, я вижу историю, я думаю, она клевая, и я хочу ее на моем таймлайне. Так что я кликну на значок «Добавить на таймлайн», и теперь Spotify есть на моем таймлайне, и он может добавлять Activity для меня. Конечно, вы можете изменить эти настройки позднее, если хотите. Итак, все это бесконфликтный экспириенс. Поскольку Spotify заранее дал мне ясно понять, какая деятельность опубликуется в таймлайне, я сам увидел эту деятельность и сказал «Да, это круто, я хочу это». Spotify каждый раз, когда я что-то делаю, будет давать мне подсказки и публиковать то, что я делаю на таймлайне. Это бесконфликтный экспириенс. Как это поможет вам обнаружить новые вещи посредством ваших друзей? Что ж, оказывается, что ваши друзья уже делают очень много разных вещей вокруг вас, но просто не находят хорошего способа этим поделиться. Как только мы это осветим, то сразу все эти многочисленные точки соединятся, и вы обнаружите огромное количество вещей, которые делают ваши друзья вокруг вас. Мы называем это интуитивной проницательностью. Даже до того, как я начал использовать Spotify, я мог видеть то, что делают мои друзья в онлайне, когда они слушали мои песни в тикере. И благодаря этому вы случайно обнаруживаете, что делают ваши друзья. Например, если один из моих друзей слушает новую песню, это отображается. Если мне это нравится, я просто навожу на значок курсор, кликаю, и мы можем проиграть ее онлайн. Но сейчас мы не будем этого делать, но она начнет звучать в Spotify. Итак, я слушаю песню с моим другом. Моя песня звучит одновременно с его песней. Это очень крутой опыт. Вам нужно самим это попробовать. Вы можете обнаружить огромное количество новой музыки таким образом. Но, конечно, если вы проигрываете песню вашего друга, или если другой друг это делает, то это отобразится в тикере. Так что ваши друзья или друзья ваших друзей это увидят. Таким образом, слушание песни может распространиться очень быстро по сети через граф. Это действительно потрясающий феномен. Вообще, некоторые активити интереснее других. То есть, если кто-то слушает песню, это может быть интересным несколько минут. Для этого тикер замечательное место. Давайте поговорим о том, что случается реже, о каком-нибудь интересном примере. Например, Дэн создал целый плейлист, что не случается каждый день. Или несколько моих друзей, в данном случае всего пара, но их, может быть, больше, слушали того же исполнителя в то же самое время. Вот это здорово. Эти примеры действительно интересны, и журнал новостей решил выделить эти события, чтобы у вас была возможность познакомиться с ними. В моем случае я уже давно являюсь большим фанатом Грин Дэй, так что вам нужно только нажать на клик здесь, и Грин Дэй начнет проигрываться на Спотифай. Сейчас этого не нужно делать, возможно, я просто оставлю коммент по поводу вкуса Дэна. Наконец-то ты обнаружил для себя Грин Дэй, здорово. Это просто потрясающе, как много музыки вы можете обнаружить через своих друзей. Это круто. Вы просто видите, как она отражается сбоку вашего экрана, или на ленте новостей, если она содержит интересные примеры, и вы обнаруживаете очень много новых вещей таким образом. Также иногда вы обнаруживаете те вещи, которые ваши друзья делают прямо сейчас, но иногда вам хочется увидеть те вещи, которые они делают или делали в течение длительного времени. В этом случае, если я хочу узнать о музыкальном вкусе моего друга, возможно, я не захочу смотреть на каждую отдельную песню, которую он когда-либо слушал, но я захочу взглянуть на некое изложение, резюме того, какие у него любимые песни, и артисты, и какие жанры он слушает, или другие подобные вещи, и это все вы можете сделать. Итак, вот музыкальный таймлайн для вас, взятый с таймлайна Брэда. Я могу увидеть все композиции, которые он слушает, и, очевидно, его любимая песня и альбом — это... Кенни Джи. Брэд, может, нам стоит об этом поговорить после F8? Я могу увидеть всю остальную музыку, которую он слушает, и, конечно, я могу навести на нее курсор и проиграть ее, какой бы музыкальный проигрыватель он ни использовал. Смотря на примеры ваших друзей, вы можете обнаружить некоторые поистине замечательные новые вещи. Итак, бесконфликтный экспириенс, серендипити и обнаружение интересных примеров активности ваших друзей. Давайте теперь все это объединим и взглянем. Итак, я на фейсбуке, и внезапно я сбоку на экране вижу, что некоторые мои друзья слушают музыку. Мне только стоит навести на это курсор, и я тут же начну слушать эту музыку с ними. Это значит, что как только я это сделаю, я подпишусь на ту же музыку, что слушают они, и в то же время, как они слушают музыку, я буду слушать вместе с ними. И у нас будет хорошая возможность поговорить обо всем этом. Это очень здорово, давайте посмотрим. Какую песню поставить? Эту. Я люблю Джей Зи. Буду слушать его с Майком. Майк, включи другую. Поехали. На этих выходных эта песня отмечает свое 20-летие. Хорошо. Вот так я слушал музыку с Майком. Я также получил уведомление в углу, и я могу видеть, что Остин слушает песню Кенни Уэст, которую он взял у меня. И это вообще одно из самых классных составляющих открытого графа, не так ли? Возможность кликнуть на чью-то музыку и проиграть ее, это суперская возможность. Но знать о том, что вы помогаете вашему другу обнаружить что-то новое, и о том, что он одобряет ваши музыкальные вкусы, и то, что у вас теперь нашлось что-то общее с ним, это потрясающе. Так что, когда кто-то у вас обнаруживает какую-то музыку, у вас появляется уведомление, и поскольку мне нравится эта песня, я могу просто продолжать слушать ее. Ладно, надеюсь, вы поняли меня. Мы работали над этим с массой партнеров, и я очень рад этой новой волне музыкальной кампании, которая готова сотрудничать с открытым графом. Они верят, что ключ превращения музыки в продукт бизнеса лежит не в том, чтобы препятствовать слушанию музыки, которую вы не купили, но в том, чтобы помогать обнаруживать вам так много песен, что вы в конце концов станете покупать еще больше музыки, чем вы это делали раньше. Чтобы эта модель действовала, вам нужно узнавать как можно больше новой музыки, и лучший для этого способ находить новую музыку через ваших друзей. Так, предприниматели используют открытый граф не только с целью переосмыслить музыку, но с целью переосмыслить всю музыкальную индустрию. И я думаю, что Spotify сделал очень хорошую работу в этой области. Вот почему я хотел показать сегодня вам их приложение. И теперь я хотел бы пригласить сюда главного директора Spotify Дэниэла Эйка, чтобы поговорить о том, как Spotify работает с открытым графом. Что же, круто. Спасибо, Марк, и привет всем. Сегодня очень важный день для Фейсбука, и это также важный день для Spotify. Но самое главное это то, что сегодня важный день для всех, кто любит музыку. Я помню, когда я впервые стал пользоваться Фейсбуком в Швеции, это было очень давно, я связался со старыми друзьями, и я узнал о них такие вещи, которых я раньше не знал. Это было как будто на уровне интуиции. Тем не менее, при всем уважении к Марку, Фейсбук можно сделать еще лучше. С помощью музыки. Музыка всегда была очень важной частью моей жизни, как и у многих из вас, но нахождение новой музыки было довольно сложным процессом. Люди обнаруживают новую музыку через своих друзей. Давно мы даже ходили друг к другу в гости и просматривали коллекции дисков. Но до сегодняшнего момента это невозможно было делать онлайн. В Spotify мы были буквально одержимы тем, каким должен стать музыкальный сервер нового поколения. И мы знали, что этот сервер должен быть общедоступным, чтобы отвлечь людей от пиратства и помочь им получить легальный доступ к еще большему количеству разной музыки. И для этого мы понимали, что сервер должен быть социальным в своей основе. И лучше места для этого, чем Фейсбук, мы не нашли. Итак, примерно 10 лет назад что-то изменило музыкальную индустрию. И это был Набстер. Проблема была в том, что он не работал на музыкальную индустрию. Так что мы провели последние несколько лет, работая над сервером, который смог бы достойно компенсировать гонорар артистов, и где люди также могли бы обнаруживать больше музыки, просматривая музыкальные коллекции друг друга. И это очень мощная вещь. Например, кто бы мог подумать, что тебе нравится Тейлор Свифт? Или что мне нравится один глупый хит 80-х? Итак, представьте, что у 800 миллионов пользователей Фейсбука будет это приложение, и весь мир озарится музыкой. Вот что мы знаем от миллионов наших пользователей по всему свету. Пользователи Спотифай, которые зарегистрированы на Фейсбуке, слушают больше музыки, но их музыкальные вкусы также разнообразнее. Мы, вообще говоря, получили более 400 миллионов плейлистов. И поскольку этот процесс социальный, они больше вовлечены в него. И поскольку они больше вовлечены в музыку, то есть вероятность того, что они будут готовы заплатить за музыку вдвое больше. Итак, что на самом деле делает наше приложение, это то, что оно побуждает людей вновь платить за музыку посредством того, что они слушают музыку на Фейсбуке. И вот как блестящие артисты, создающие музыку, могут продолжать ее создавать для нашего удовольствия. Наша мечта в Спотифай это сделать всю музыку в мире одинаковым образом, доступной для нас, чтобы мы могли ей наслаждаться, и в то же время быть уверенными в том, что артисты не останутся без прибыли. Итак, сегодня важный день для музыки, и еще более важный для музыкальной индустрии. Но он также важен для всех любителей музыки по всему свету. Давайте осветим мир музыкой. Спасибо, Марк. Спасибо, Дэниел. Мне правда очень нравятся приложения, которые они сделали, и я думаю, что миллионы людей также его оценят и будут им наслаждаться. Но речь идет не только о Спотифай. Более дюжины предпринимателей работали с нами, чтобы создать социальные музыкальные приложения с открытым графом. И у всех была цель помочь вам обнаружить больше музыки через ваших друзей. И я хочу вас всех поблагодарить. Очень здорово, что вы пришли к осознанию того, что свободный доступ к музыке в онлайн будет вам на пользу. Спасибо вам всем. Вообще, открытый граф не только имеет дело с музыкой. Мы думаем, что открытый граф поможет вам обнаружить любой новый контент, включая телешоу и фильмы. Вот как это работает. Это очень похоже на то, что я вам показывал на примере музыки. Вы можете видеть то, что смотрят ваши друзья на тикере, и если в этом есть что-то интересное, то это отобразится на ленте новостей. И прямо здесь, наверху журнала новостей, я вижу, что шестеро моих друзей смотрят эпизод из сериала Хор. И я могу кликнуть на это, чтобы посмотреть его на новом социальном приложении для Фейсбук, которое создал Хулу. И поскольку это приложение для Фейсбук, это значит, что все, кто будут им пользоваться, будут одновременно и пользователями Фейсбук, и, следовательно, будут не новичками в мире социальных сетей. Далее, чуть ниже в журнале новостей, я вижу, что четверо моих друзей недавно смотрели фильмы с Джонни Деппом, что само по себе интересно. Я хочу сказать, что это интересная новость, поэтому она и отображается в журнале новостей. Раньше ничего подобного не было на Фейсбуке, поэтому он и делает акцент на том, что теперь со всеми возможностями открытого графа мы сможем видеть и узнавать гораздо больше всего интересного. Затем я нажму на ссылку, и проигрыватель появится в Нетфликсе, и я смогу посмотреть Пиратов Карибского моря. Со всеми активити, которыми теперь могут делиться ваши друзья, вы можете обнаружить для себя гораздо больше разного контента. Вот таймлайн друга. Видео таймлайн Карла. И я могу видеть все главные фильмы, которые он смотрел. Очевидно, он часто смотрит этот фильм. Серии телешоу, которые он смотрит. Это резюме. Не вся деятельность, которую он ведет на Фейсбуке, но только ее ключевые моменты. Я могу просмотреть все события его жизни, увидеть эти фильмы, и вообще узнать об их существовании. Это классный способ обнаружения новых фильмов и телешоу. Конечно, я могу навести курсор на любой из них, и они начнут проигрываться через Нетфликс. С открытым графом, компании нового поколения понимают, что если вы помогаете людям обнаруживать гораздо больше контента, чем они это делали раньше, то благодаря этому их работа будет только успешнее. Неважно, поддерживается ли она рекламой или проходит на основе подписки, главное дать людям такой контент, о котором они раньше даже не подозревали. Эти новые компании не только переосмысливают опыт просмотра контента людьми вместе с их друзьями, они переосмысливают целиком их индустрию. В прошлом году Нетфликс заявил, что его главная стратегическая цель сделать все их продукты более социальными. И я хочу пригласить члена нашей Фейсбук-команды и главного директора Нетфликса Рида Хейстинга, чтобы поговорить о том, как работает Нетфликс с помощью открытого графа. Спасибо, Марк. Две быстрые и хорошие истории и одна плохая история. Много людей говорили мне о сериале «Во все тяжкие». Алгоритмы Нетфликса рекомендовали мне этот сериал, но вы знаете, алгоритмы всегда дают много разных рекомендаций, так что я никогда особо и не собирался смотреть «Во все тяжкие». А вчера Фейсбук запустил механизмы взаимодействия всех пользователей Нетфликса, и я увидел в тикере, что один из моих друзей, Джон Чикуди, смотрел «Во все тяжкие» как раз в тот момент. Каким-то образом, хотя Нетфликс много раз рекомендовал мне этот сериал, я никогда его не смотрел, но я знал, что я сегодня встречусь с Джоном, и я подумал, что это будет так здорово, если я посмотрю тот же сериал, что и он. Так что я кликнул на «Во все тяжкие» и посмотрел его прошлой ночью. Я осознал, о боже, вот оно, прямо перед моим носом, я смотрю контент только потому, что его смотрел мой друг, а не потому, что меня побудили к этому алгоритмы. Вот в чем заключается преимущество друзей. Причина этого преимущества в том, что я увижу моего друга и буду общаться с ним на тему этого контента. Я знаю, что он скажет мне, ты знаешь, Уолтеру 50 лет, и тебе тоже 50 лет, он старался быть хорошим, и ты старался быть хорошим. Значит ли это, что ты также выберешь такой путь? Другая история. Примерно год назад Марк сошелся с нами, разрабатывая более тесную интеграцию. И, конечно, как партнерская компания, мы относились к нему с некоторым подозрением. Подожди-ка, ты хочешь получить возможность просмотра всей информации о членах команды Нетфликса? Не сделает ли это нас конкурентно уязвимыми? Мы провели кучу времени, пытаясь выяснить все перспективы этого, и в конце концов я спросил его, «Марк, какая тебе выгода от этого сотрудничества?» Он ответил, «Слушай, как ты думаешь, насколько вырастет ваша компания в следующем году?» Я ответил, «Ну, на x», а он мне, «Выгода для Фейсбука будет в том случае, если Нетфликс вырастет на 2x». В целом, если Нетфликс добьется огромного успеха в продвижении соц.ТВ, то и другие компании также станут социальными. И продвижение социальных медиа – это как раз то, что старается делать Фейсбук и Маркс совместно с владельцами платформ. Так что мы очень рады всем этим замечательным приложениям, связанным с социальной природой Нетфликса. И социальный аспект Нетфликса – это чтобы рассказать вам плохую историю. Будет доступно… Вообще, Нетфликс существует в 45 странах по всему свету. И в 44 из них интеграция Фейсбука и Нетфликса уже доступна. В одной из них, в США, все еще существует старый закон о прайвеси, касающийся кино и музыкальных компаний. И, к счастью, Конгресс США сейчас активно обсуждает законопроект в Конгрессе с целью обновить этот старый закон о прайвеси. Это нам поможет также запустить новое приложение и в США. Впоследствии мы обсудим все это в блоге, и вскоре мы сможем иметь совместный проект Фейсбука и Нетфликса в 45 из 45 стран. Итак, я с нетерпением этого жду. Спасибо вам всем. Спасибо, Марк. Спасибо, Рит. Я действительно жду, не дождусь увидеть, как эта социальная версия Нетфликса позволит расширить эту компанию и добиться успеха на новых рынках, на которые она сейчас вступает. Но, конечно, речь идет не только о Нетфликсе и Хулу. Больше дюжины партнеров работали с нами над созданием приложений с фильмами, телевидением и видео на открытом графе. И все с одной целью – помочь вам обнаружить больше контента через ваших друзей. Так что я хочу еще раз вас всех поблагодарить. Очень здорово, что вы пришли к переосмыслению политики относительно социального просмотра различного контента в интернете. Мы думаем, что открытый граф создает множество возможностей для переосмысления того, как мы обнаруживаем и читаем новости. Теперь впервые вы сможете использовать социальное приложение с новостями с помощью открытого графа, благодаря чему вы сможете узнать, что читают ваши друзья. Вот несколько новых историй на моей ленте новостей. Там есть несколько очень интересных примеров, которые теперь можно показать благодаря действиям открытого графа. Наверху вы увидите все самые популярные статьи, которые читают мои друзья на всех этих социальных приложениях. Я кликну для примера на космонавты, и это отошлет меня к новостям Яху. Яху до сих пор является самым крупным сайтом новостей в сети, и он будет использовать открытый граф так, чтобы вы смогли узнавать больше новостей через ваших друзей. Это будет доступным на Яху Ньюз. Вернувшись на ленту новостей, я также могу там увидеть, что 30 моих друзей сегодня читают статьи о F8. Это также интересный пример. И в целом я смогу увидеть все статьи, которые читают мои друзья. Я могу просто кликнуть на них, на сей раз я нажму на ссылку Вашингтон Пост, там наверху и вот новое приложение от Вашингтон Пост под названием Вашингтон Пост Сошел Ридер, где вы можете прочитать про абсолютно любой контент, опубликованный в Вашингтон Пост. Вы также можете увидеть, какие статьи из Вашингтон Пост читают ваши друзья. Я могу кликнуть на любую статью, какую хочу, и поскольку это приложение для Фейсбук, то все, кто его использует, будут также пользователями Фейсбук. И у них у всех будет опыт социальных сетей. А что делать, если вы не хотите ждать какого-либо интересного примера, который отобразится в Вашем журнале новостей? Например, Вы хотите читать новости в режиме реального времени, пока они свежие. Для этого используйте тикер. Крис прочитал такую-то историю на Дейли, которая отображается на моем тикере. Я кликаю, и открывается страница на Дейли с этой историей, а точнее в новом приложении Дейли для Фейсбука. Нью Скорп выпускает это приложение, веб-версию этого приложения, только внутри Фейсбука, поскольку они верят, что в конце концов все люди будут обнаруживать новые новости через своих друзей. Больше дюжины разработчиков работали вместе с нами над созданием новых социальных приложений с новостями с помощью открытого графа. Все с целью помочь вам обнаружить как можно больше новостей через Ваших друзей. И я очень рад этому. Потенциал этого лежит не только в том, чтобы переосмыслить то, как мы все читаем новости, но в том, чтобы вообще переосмыслить всю деятельность индустрии новостей. Я очень рад, и я очень благодарен нашим партнерам, которые работали с нами над этим проектом. Спасибо вам всем. Теперь перейдем к социальным играм. Игры всегда были самым успешным приложением на Фейсбуке. И мы думаем, что открытый граф поднимет социальные игры на другой уровень и сделает их гораздо круче. Он поможет вам обнаружить еще больше игр, в которые вам хотелось бы поиграть через Ваших друзей. Первая вещь, которую вы заметите, это то, что с открытым графом вам больше не придется иметь это. Потому что с открытым графом все теперь будет открыто и ясно, и он просто будет добавлять игру на Ваш таймлайн. Так что вам не придется больше с этим сталкиваться. Мы думаем, что даже уже это одно сделает игры гораздо лучше. Но это еще не все. Теперь, когда вы можете видеть, как ваши друзья играют в игры на сайте, вы также можете увидеть реальные вещи, которые они делают. В отличие от того, что было раньше, типа, окей, этот парень играет в игру, теперь с помощью тикера я могу увидеть все гораздо подробнее. Например, что Майк играет в слова с друзьями, с Карлом. И я также могу увидеть даже то слово, в которое они играют в данный момент. И я могу навести курсор на эту игру и сразу увижу их игровое поле и конкретное слово, в которое они играют в данный момент. Это возможно, поскольку каждая единица контента на открытом графе несет в себе картинку. Делаете клик на картинки, и вы получите игру. Вот она, слова с друзьями от Зинга, доступная с открытым графом. Это очень классная игра, от нее невозможно оторваться. Если вы не пробовали играть в нее, поиграйте, вам понравится. Открытый граф таким образом дает потрясающие возможности. Это сделает социальные игры гораздо лучше. Мы работали более чем с дюжиной различных компаний, чтобы создать приложения с социальными играми с помощью открытого графа. Наша цель сделать еще больше игр, доступными для вас. Социальные игры уже изменили наше представление об играх и то, как работают игровые индустрии, но мы думаем, что открытый граф приведет это все на следующий уровень. Спасибо вам, ребята. Это будет круто. Последняя категория приложения, о которой я сегодня поговорю, называется приложения о стиле жизни. Эти приложения, которые помогают вам следить за различными событиями из вашей жизни и рассказывать о них. Вы можете гулять, бегать, готовить, есть, делать все, что угодно, о чем вы хотите рассказать и чем вы хотите поделиться. И мы думаем, что множество людей хотят знать, что делают их друзья и следить за событиями их жизни. Уже многие компании начали создавать эти приложения, но мы думаем, что комбинация этих приложений и открытого графа будет самым мощным и успешным проектом. На мой взгляд, это будет очень значимым событием. На экране вы можете видеть приложение компании Nike, содержащее отчеты о забегах, которые называются Nike+. Я вижу, что это самый длинный забег, который я когда-либо делал. Вот люди, с которыми я бегал, вот места, в которых я бегал. И использовать это очень легко. Я просто достаю телефон из кармана, говорю, что я собираюсь на пробежку, указываю людей, с которыми я буду бегать, и все, GPS делает остальную работу. Он следит за моими передвижениями по местности, отмеряет мой темп, дистанцию, на которой я бегу, и это очень круто. И он добавляет все это на таймлайн, и в конце месяца я получаю классный отчет обо всех моих действиях. И, конечно, если вы хотите получить это приложение, вам стоит кликнуть на него на моем таймлайне, и он добавится на ваш таймлайн, и станет вашим. Другая вещь, которую я отмечаю, это еда, которую я ем. Я буду это делать с приложением Foodspotting. Здесь я могу отмечать еду, которая мне нравится, и отмечать разные другие вещи. И, опять же, пользоваться этим очень просто. Я просто достаю телефон из кармана, открываю это приложение, войдя туда, и я могу даже сделать фотографию. Это приложение будет копить всю еду, которую я ем за целый месяц. И в конце месяца у меня будет классный отчет о моем питании. Я использую таймлайн пока что меньше года, но я жду с нетерпением годовщины его использования, чтобы увидеть годовой отчет о моем питании. Это будет очень весело. Опять же, речь идет не только о Nike и о Foodspotting. Мы работали с десятками других компаний над созданием этой новой категории социальных приложений. Все с одной целью, помочь вам выразить самих себя и обнаружить много новых вещей через ваших друзей. Так что я хочу поблагодарить всех наших партнеров, с которыми мы работали над воплощением этой новой версии открытого графа. Спасибо вам. Вот все, что я хотел показать вам сегодня. Этого хватит? У нас есть Open Graph, совершенно новая категория социальных приложений, с помощью которой вы можете обнаруживать новые вещи через ваших друзей. С бесфрикционным опытом, серендипити и нахождением интересных примеров активити ваших друзей. И теперь я хочу вам показать снятое нами небольшое видео о всех этих новых приложениях, которые стали теперь возможными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Есть гораздо больше деталей, касающихся того, как создавать эти приложения, и чтобы показать вам их, я хотел бы пригласить нашего технического директора, Брэда Тейлора, чтобы он помог вам в них разобраться. Брэд! Брэд Тейлора Брэд Тейлора Алексею Дубровскому! 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 Более того, как режим приложения приложения на Фейсбук, это словно построение связи реального времени между приложением и Фейсбуком! Давайте возьмем iHeart Radio! iHeart Radio, это классный сервис интернет-радио и он полностью интегрирован с Фейсбуком. Это один из наших самых первых партнёров. Неважно, используете ли вы iHeart Radio на телефоне, на планшете или на вашем компьютере, вы увидите ту же простую кнопку – добавить на таймлайн, и рядом с этой кнопкой вы увидите скриншот того, как это приложение будет выглядеть на вашем таймлайне У вас будет очень четкое представление о том, как это выглядит, даже до того, как вы начали пользоваться этим приложением А затем, после того, как вы кликните на добавить на таймлайн, оно там появится Нет шага номер два Я могу просто начать пользоваться приложением и слушать музыку И каждый раз, когда я слушаю песню, мой таймлайн обновляется словно по волшебству Мне нужно принять только одно решение в этом всем Хочу ли я, чтобы на моем таймлайне была музыка И сделав этот выбор, я могу начать пользоваться приложением, начать слушать музыку, то, что я хочу больше всего Самая важная вещь, которую сделал iHeartRadio в этой всей истории, это то, что его приложение стало социальным Введя функцию добавить на таймлайн, которая является таким значительным компонентом социальных медиа Они дали понять всем своим пользователям, что это другой тип радиосервера Это социальный радиосервер И они не спрашивают моего разрешения на то, чтобы быть социальными Это непосредственно неотъемлемая черта этого приложения И я использую iHeartRadio, потому что я ценю эту черту Я хочу иметь музыку на моем таймлайне И дав понять абсолютно всем своим пользователям, что iHeartRadio социальный сервер Они существенно облегчили себе и всем остальным жизнь Им не нужны значки поделиться везде, им не нужно заново разрабатывать свое приложение Кнопка играть на их приложении выглядит точно так же, как и любая аналогичная кнопка на айфоне Как вы знаете, когда вы публикуете фото на фейсбуке, оно становится социальным, потому что фейсбук работает именно так Точно так же проигрывание музыки на iHeartRadio является социальным, потому что в этом суть работы iHeartRadio Это главный челлендж и главная возможность Open Graph Знайте, что в вашей индустрии именно то приложение, которое способно стать социальным, добьется успеха Потому что именно такое приложение будут использовать я и мои друзья Итак, каковы скрытые механизмы работы такого приложения? Вообще-то это очень легко Первый шаг к интегрированию вашего приложения с Open Graph заключается в том, чтобы выяснить, какие действия на вашем приложении принадлежат социальному графу Я вскоре вам объясню, что это значит Но как только вы это сделали, вам надо придумать, как будет выглядеть ваше приложение на таймлайнах людей И поместить одну единственную кнопку на вашем приложении, добавить на таймлайн И все Вы можете осуществить эту интеграцию даже сегодня после конференции, и я серьезно Самая сложная часть процесса это решить, как приспособить ваше приложение к социальному графу Как упоминал Марк в прошлом году на этой сцене, мы представили публике кнопку лайк, что позволило вам лайкать все, что вы видите в интернете Open Graph работает над тем, чтобы охватить все социальные действия Не только лайкать, но слушать, смотреть, читать, гулять, любое действие, которое вы хотите поместить в приложение Вот что значит быть частью социального графа Когда я помещаю ваше приложение на мой таймлайн, какое я хочу увидеть действие? Для музыкального приложения, такого как iHeartRadio, это довольно очевидно Я хочу увидеть песни, которые я слушаю, и радиостанции, которые я проигрываю И если я использую приложение довольно долго, я также, возможно, захочу создать список своих любимых радиостанций Это будет выглядеть очень классно на моем таймлайне Представьте себе, если вы создадите радиостанцию для вашего выпускного бала и поместите ее рядом с фотографией с выпускного бала Вот, социальный граф для iHeartRadio Далее, каждый раз, когда я слушаю песню на iHeartRadio, действия на приложении помещаются на графе Ари в этой структуре данных И используя эту структуру данных, iHeartRadio отмечает все предметы и действия в социальном графе, о которых Марк говорил ранее И помещает их либо в журнал новостей, либо на тикер, либо прямо в таймлайн И поскольку действия на iHeartRadio четко структурированы, я смогу обнаружить их не только через моих тех друзей, которые слушают на нем песни Но через общие закономерности, действующие на приложении Пять человек слушали ту же самую песню, десять человек слушали песни того же исполнителя Вот в чем сила социального графа Используя ту же структуру, которую мы используем на Фейсбуке для наших собственных приложений iHeartRadio пользуется преимуществами всех технологий, которые мы создали для наших собственных приложений на таймлайне и в журнале новостей И вы можете применить их ко всем социальным приложениям Если бы я создавал кулинарное приложение, о котором я говорил ранее, я бы, возможно, включил в него все рецепты, которые я знаю сам И, возможно, бы также все рецепты из кулинарных книг моих друзей Если бы я делал приложение о моде, я бы включил в него все наряды, которые я придумал, и также всю одежду, которую я продал Способности открытого графа не знают границ Но, как вы увидели во всех демо, в Опенграфе речь идет не только о данных Вы хотите, чтобы ваше приложение выглядело красивым на таймлайнах людей Особенно если учесть, что сам таймлайн очень богат в визуальном плане Когда кто-то добавляет ваше приложение на свой таймлайн, они рассказывают историю своей собственной жизни с помощью вашего приложения И в качестве разработчиков приложений, кому как не вам знать, какие истории захотят рассказывать люди На приложении iHeartRadio самая простая история, которую я могу рассказать, это музыка, которую я слушаю Простой список песен в хронологическом порядке, которые я слушаю на моих радиостанциях Или, возможно, я захочу показать список исполнителей, чьи песни наиболее часто проигрывались на моих радиостанциях Все эти картинки являются скриншотами того, что мы называем агрегациями Агрегации в данном случае это комбинация запроса Дайте мне список исполнителей, которые я слушаю, отсортированные по частоте проигрывания И чтобы это выглядело в виде плейлиста В качестве разработчиков приложений вы можете смешивать и объединять запросы со списками исполнителей Или песен так, как вы считаете наиболее подходящим для того, чтобы выгодно представить ваше приложение Может быть я хочу показать на таймлайне список песен, которые я наиболее часто слушал за последний месяц Или я, может быть, хочу показать на таймлайне большую картинку моей любимой радиостанции Если на приложении доступна функция географической локации, то я могу даже показать на карте места, где я наиболее часто слушал радио Сегодня мы запускаем шесть различных дизайнов для приложений и довольно гибкий механизм для запросов Между этими двумя находится почти бесконечное множество различных способов, как люди могут увидеть ваше приложение на своих таймлайнах Вы можете выбрать так много этих способов, как вам угодно, и в качестве пользователя iHeartRadio я могу выбирать, какие истории, связанные с этим приложением, я хочу показать своим друзьям После того, как вы провели интеграцию с таймлайном, вам осталось пройти еще один легкий этап Поместите кнопку «Добавить на таймлайн» на ваше приложение И отныне OpenGraph и таймлайн будут работать на абсолютно всех устройствах Они работают в сети, на приложениях Фейсбука, на приложениях для айфона, для андроида, для айпада и на мобильном интернете Где бы ни находилось ваше приложение, вы можете добавить его на таймлайн Более 350 миллионов человек используют Фейсбук на мобильниках каждый день Это огромная часть всей аудитории Фейсбук И мы надеемся, что это будет еще большей части для OpenGraph Наша догадка в том, что наиболее популярные приложения на OpenGraph будут использоваться не на веб-сайтах и не на стационарном компьютере, но на карманных устройствах И все это работает сегодня Как только вы получаете доступ к бета-версии для разработчика, вы можете начать добавлять таймлайн на все эти платформы И это все Для того, чтобы интегрировать ваше приложение с OpenGraph вам больше ничего не нужно И следующий вопрос, который вы все вероятно спрашиваете, как люди найдут мое приложение Нахождение приложений было всегда в центре внимания платформы Фейсбук с тех пор, как мы ее запустили на F8 Многие из присутствующих в этом зале были пионерами в области социального дизайна И на тему того, как создавать правильный интерфейс в социальных приложениях написано очень много книг Но мы постоянно вновь и вновь слышим только одну вещь, что сейчас это очень трудно Вам не нужна докторская степень по информационным технологиям и психологии для того, чтобы ваше приложение имело успех на Фейсбуке Если оно нравится людям, то они показывают его своим друзьям Это очень просто, вам не нужны хитроумные приемы и уловки OpenGraph дает нам возможность играть ва-банк Чем более занимательно ваше приложение, тем больше людей обнаружат его на Фейсбуке Наша платформа на сегодняшний день весьма амбициозна, но мы вполне заслуживаем такого высокого уровня, на котором мы находимся, благодаря тому, что мы сделали разумные инвестиции в технологии И в центре этих инвестиций находятся инвестиции в новую технологию, которую мы называем GraphRank GraphRank это система искусственного разума, которая позволяет распознавать все действия OpenGraph на Фейсбуке Его главная задача выяснить, какие действия будет представлять для меня наибольший интерес Какие действия я захочу прочитать в моем журнале новостей, когда я захожу на Фейсбук утром Какие действия я захочу увидеть, когда я просматриваю таймлайн моих друзей Он создан для абсолютно всех приложений, даже для тех, что еще не созданы Он настолько умен, чтобы распознать, что эта песня, которую я слушал сегодня утром, гораздо менее важна, чем тот плейлист, который я создавал вчера ночью в течение шести часов Даже несмотря на то, что у меня нет никаких специальных знаний в области музыки Игра GraphRank также персонализирована У меня в друзьях есть мои бывшие одногруппники из колледжа и мои коллеги по работе И меня связывают с ними совершенно различные типы отношений Тот факт, что моя мама хочет смотреть фильмы через мой Netflix, вовсе не означает, что она захочет также смотреть мои чекины на GitHub GraphRank не глобален Он — это персонализированный взгляд на ваши собственные интересы и интересы ваших друзей Попросту говоря, чем выше для меня GraphRank ваших приложений, тем вероятнее, что ваши приложения появятся на Фейсбуке И по этой причине GraphRank является важной частью Фейсбук и опыт OpenGraph И мы хотим, чтобы он был настолько прозрачным, насколько это возможно С самого начала вы сможете логиниться и заходить на ваши настройки приложений на OpenGraph и видеть там, что такое-то действие люди находят наиболее интересным И наоборот, такое-то действие раздражает большинство людей У вас будет возможность оптимизировать ваше приложение на OpenGraph в реальном времени, основываясь на отзывах реальных людей Вот что мы хотим создавать для вас на нашей платформе Мы хотим, чтобы все ваши приложения интегрировали с OpenGraph Это так легко, вы буквально можете это сделать сегодня вечером Это очень амбициозный проект Амбиция заключается в том, что вы переосмысливаете свою деятельность в сторону социальности По-новому осмысляете то, что значит быть социальным в вашей профессиональной индустрии Отсюда самые занимательные приложения, которые люди используют наиболее часто, автоматически станут очень популярными на Фейсбуке Таким образом, вы все можете сфокусировать свое внимание на том, чтобы создать приложения, которые люди полюбят использовать Спасибо Я хочу поприветствовать на сцене следующего гостя Криса Кокса, нашего вице-президента по продукт-менеджменту Он вам расскажет историю создания таймлайна, поделится философией, которая нам служила опорой при разработке этого продукта Крис Спасибо, Брэд Знакомьтесь с Ником Фельтоном Николас Фельтон — это информационный дизайнер из Милволи, Калифорния, живет прямо за Голденгейт мостом Его работа вдохновила нас на разработку множества важных идей, которые мы сегодня представили, и я объясню почему Информационный дизайн — это нечто вроде религии Поверьте, что под каждым маленьким квадратиком данных лежит потрясающая история И вам нужно сделать все возможное, чтобы извлечь ее и представить интересным образом Это люди, которые могут взять два терабайтовых дампа памяти из всей Википедии и трансформировать это в что-то, что сможет представить визуально красивую историю Позади меня на экране как раз история Википедии с самого начала до сегодняшнего дня на одной странице Это не должно быть обязательно изобразительное искусство, инфографика в наши дни стала неотъемлемой частью нашего способа выражения новостей В основном для любого богатого данными топика вы можете найти инфографику, которая рассказывает историю всего на одной единственной странице Например, если можно разместить на одной странице данные относительно того, что мы выбрасываем как мусор, оказывается, что 15% мусора составляет еда Или если мы представим данные о рецессии на одной странице, то можно сделать заключение, что 24% молодых людей вернулись в дом своих родителей Или если вы впервые взглянете на рисунок, изображающий затраты федерального правительства, то вы, возможно, впервые заметите, что на вооружение федеральное правительство тратит намного больше денег, чем на образование И речь во всем этом идет не просто об обобщении и содержании топиков Больше всего на свете для нас важно обобщение нашего времени с целью его экономии Каждый год в первую или вторую неделю декабря Ньюсрумы перестают выпускать новости и начинают подводить итоги всех новостей, произошедших за целый год Они делают специальные выпуски, обзор событий за год, и мы их полностью принимаем Главные журналы о новостях, о гольфе, о спорте в целом, о развлечениях, о знаменитостях, о моде, об играх, подводят свои итоги В этот период часто подводят итоги даже таким вещам или событиям, которые на самом деле не имели места быть Итак, Николас занимался дизайном визуализации ежегодных отчетов для некоторых самых престижных мировых журналов, имеющих самые масштабные и дорогие базы данных Он мастерски научился собирать данные за целый год и представлять их на одной странице И в то время, как он это делал, ему пришла в голову одна идея Как будет выглядеть ежегодный отчет жизни одного человека? Не обобщение мировой экономики за 2010 год, но история жизни одного человека за один год на одной странице Эта идея вовсе не безумная Мой дедушка собирал в жизни три вещи Ракушки, монеты и журналы с газетными вырезками Журналы с газетными вырезками были самой полезной и стоящей частью его коллекции В конце каждого года он имел обыкновение садиться в кресло в окружении его журналов с почтовыми открытками, газетными вырезками, с новостями, семейными фотографиями, групповыми школьными портретами, марками, иностранными валютами и вообще всем, что можно приклеить на страницу журнала Затем он обычно располагал это все последовательно, страница за страницей, в хронологическом порядке, вместе с маленькими желтыми заголовками, отмечающими год и месяц, в которой произошло то или иное событие Он также запечатывал это все в целлофан, чтобы со временем его коллекция не портилась И что он делал после всей этой процедуры? Он клал журналы на полку, чтобы они там скапливали мусор До тех пор, как какой-нибудь неожиданный посетитель не спросит его, был ли он в Лондоне И тогда он доставал журнал и начинал с ним его бурно обсуждать Каким образом можно совместить ностальгическую практику моего деда с красивым и четким информационным дизайном? Что ж, это может выглядеть примерно так Ежегодный отчет Фельтона за 2005 год 14 страниц Один человек Один год Одна книга Николас начал собирание деталей своей собственной жизни, например, с того, в какие дни он отдыхал, а в какие работал Затем он сделал так, чтобы каждая секция его книги отражала каждый аспект его жизни Так, как если бы он рассказывал о нем своему другу за ужином Куда ты ездил, что ты слушал, что ты видел, что ты читал, что-нибудь стоящее Что ты ел И что еще случилось с тобой за этот год И результат всего этого был потрясающим Сообщество веб-дизайнеров встретило опыт Николаса очень горячо Не только потому, что все было красиво представлено, но потому, что опыт имел прямое отношение к веку информации Что нам делать со всеми этими данными? Николасу убедительно посоветовали продолжать создавать ежегодные отчеты о своей жизни Так что каждый год он собирал события своей жизни все с большими и большими деталями И представлял их во все более интересном и красивом виде Так что к 2009 году его отчеты нельзя было назвать чем-то иным, чем они стали на самом деле Искусством К этому времени он уже отслеживал каждую свою поездку на такси, на метро, каждую прогулку по центральному парку Так что к концу года он получал взгляд с высоты птичьего полета на свои передвижения по Манхэттену Это превратилось в продукт такой невероятно высокой стоимости, что когда мы узнали о нем на Фейсбуке, у нас была только одна реакция Нам надо попытаться и нанять этого парня Нам надо пригласить его и перевезти из Бруклина, Нью-Йорка, в Пало-Альто, Калифорния Чтобы он помог нам справиться с этой задачей И после нескольких бесед Николас Фельтон и его партнер Райан Кейс согласились приехать в Пало-Альто и помочь нам создать то, что вы сегодня видите Это здорово Это реально здорово Это произошло как раз до того, как мы наняли еще одного жителя Нью-Йорка, Сэма Лейсина Он приехал в офис Фейсбука, и его задача состояла в том, чтобы помочь нам обновить дизайн Фейсбук-профиля И в первый же день он заявил довольно бесцеремонно, что профиль Фейсбука в его теперешнем виде был самой большой и упущенной возможностью рассказывания историй за всю историю человеческого опыта И чтобы придать своим словам эффект, он распечатал свой нынешний профиль, и профили, которые были раньше, вплоть до самого первого, за 2004 год И связал все их вместе, растянув наполовину пространство офиса, чтобы напомнить нам, как много событий прошлого кануло в лету А в главном офисе команда дизайнеров и инженеров трудились над решением проблемы того, как дать людям способ помнить об их прошлом И как это часто бывает с Фейсбуком, когда неожиданные события приносят поразительные плоды, так и случилось в этот раз Однажды в июне мы случайно запустили этот прототип, охватывающий нашу всю пользовательскую базу на один час Он назывался Мэмори И являлся легким способом просмотра всех старых и давних событий на Фейсбуке И хотя он еще не был пока готов к прайм-тайму, тем не менее он получил невероятно позитивные отзывы Так что мы решили продолжать работать в том же направлении И в этом был смысл За 6 лет, которые я провел как пользователь Фейсбука, в моей жизни произошло множество разных вещей Я бросил колледж, начал новую работу, я 7 раз переезжал, я запустил много новых продуктов, у меня были все эти дни рождения Свадьбы, семейные встречи, я сделал предложение, а затем женился У нас даже появилась новая собака И если посмотреть на мой профиль на сегодняшний день, то можно увидеть, что все эти события находятся за серой ссылкой И эту проблему мы взялись решить с помощью всего того, о чем мы сегодня ведем разговор Как осовременить вечный процесс скраббукинга? Для начала нужен бокс, включающий в себя все ваши вещи Только этот бокс всеобъемлющ, хорошо организован, легок для использования, и он не занимает место в вашей комнате А отныне у вас есть гигантский холст, на котором вы можете представить различные аспекты вашей жизни Таким же образом, как вы бы могли их представить своим друзьям в длительной беседе Где вы выросли? В какой школе учились? Что вы делаете в жизни? Кто ваши друзья? Есть ли у нас общие знакомые? И затем, может быть, вы достанете несколько фотографий, чтобы показать мне вашу семью, вашу собаку, лучших друзей, вашу работу Какое место самое потрясающее из тех, где вы когда-либо были? Где вы проводите свободное время? Что вас больше всего вдохновляет в жизни? Авторы, мыслители, журналисты, музыканты? Какой ваш любимый фильм? Какие ваши любимые музыкальные альбомы? В какие игры вы играете? И так далее, и тому подобное Например, расскажите мне, что вы делали прошлым летом, как вы жили в 90-е, каким было ваше детство? И на вершине всего этого шикарная гигантская фотография, которую легко можно увидеть И таким образом, вы получаете контейнер, достаточно объемный для того, чтобы вместить в себя историю жизни кого бы то ни было В прошлые месяцы у нас был потрясающий шанс воплотить все это в жизнь Когда вы переключаетесь с вашего старого профиля на новый таймлайн То вы понимаете, сколько разной интересной информации находится на вашем фейсбуке О существовании которой вы совершенно забыли 31 июля этого года я женился И в этот самый... Спасибо И в этот самый потрясающий день в моей жизни столько всего случилось, что для меня это все было словно в тумане К счастью, на моей свадьбе присутствовали мои друзья и близкие, которые запечатлели все события на красивых фотографиях И теперь я бережно храню эти фотографии И я впервые в жизни встретился со всеми моими дальними родственниками, которые прибыли ко мне на свадьбу И теперь я также храню об этом воспоминания благодаря фотографиям Мы наняли довольно много представителей местного бизнеса Флориста, людей свиного завода, музыкальный оркестр, продюсерскую компанию Те, что я помню, по крайней мере И потом были еще эти пять альбомов регги, которые мы без конца слушали на протяжении четырех недель, пытаясь выбрать ту песню, которая станет нашим первым танцем Вот что для меня было важно в этой церемонии И затем одно из болезненных воспоминаний заключалось в том, что мы колесили по всей местности вокруг залива Так как нам нужно было забрать людей и отвезти их куда-нибудь и высадить, пойти к парикмахеру и портному и вообще убедиться в том, что все было готово Это все относилось к церемонии И впоследствии, переполненная поздравлениями и поддержкой, моя стена превратилась в социальную память того, что произошло И теперь я также все это храню Таймлайн потрясающий даже не тем, что он хранит все ваши воспоминания, но тем, что он организует и помещает их все в одно место И он также хранит даже те вещи, о которых вы уже совершенно забыли И когда вы хотите вернуться в реальную жизнь, вам всего лишь нужно для этого вернуться вверх страницы Таймлайн на самом деле это чистый холст Он может разместить любую историю человеческой жизни Самое поразительное для нас это то, что мы совершенно не представляем себе, как он будет выглядеть Заполнять его, это ваша задача Мы создатели Давайте создадим что-нибудь бесподобное Спасибо Давайте позовем Марка Спасибо, Марк, удачи Итак, вот что мы сегодня для вас подготовили Таймлайн Это жизнь со всеми вашими историями Вашими приложениями Со всеми приложениями Это совершенно новый способ самовыражения А также Open Graph Новая категория социальных приложений, благодаря которой вы можете теперь узнавать о новых вещах через ваших друзей с помощью трех составляющих Бесфрикционный опыт, серендипити и нахождение интересных примеров среди действий ваших друзей Когда же это все запустится? Что касается таймлайна, то у нас бета-период И он начинает работать уже сейчас Как только закончится конференция Если вы являетесь разработчиком, то вы можете начать использовать таймлайн уже сегодня А все остальные также смогут зарегистрироваться, чтобы получить возможность использования таймлайна И в течение следующих недель мы собираемся раскрутить таймлайн, как только мы доработаем все детали Что же касается Open Graph, мы хотим, чтобы вначале все смогли научиться пользоваться таймлайном, перед тем, как они начнут добавлять все эти приложения Так что мы позволим вам начать добавлять новые приложения одновременно с тем, как мы будем раскручивать таймлайн в течение следующих нескольких недель Но несколько социальных приложений, которые функционируют очень легко, просто с помощью тикера и журнала новостей, например, музыка, телевидение, фильмы, новости, вы можете также начать добавлять уже сегодня Итак, бета-версия таймлайна запускается прямо сейчас И также музыка, фильмы, телевидение также запускаются уже сейчас Так что вы уйдете домой с большим желанием опробовать его Итак, я хочу завершить конференцию одним маленьким рассказом Когда я рос, одна компания, в которой я мечтал работать, была Intel, поскольку они применяли закон Мура Intel была не только крупной компанией в области новых технологий, но она также осознавала всю важность социального воздействия, которое они оказывали, и они измерили его в категории T Они знали, что каждые несколько лет количество транзисторов, которые можно подогнать в схему, будет удваиваться И они поняли, что это сделает возможным создание массы потрясающих новых продуктов, и что еще важнее, они поняли, какую это роль будет играть для человеческого общества во всем мире Закон Мура не только лег в основу развития Intel, можно сказать, что он лег в основу развития всей индустрии и технологий нескольких десятилетий И я думаю, что Facebook разделяет подобный подход Мы настаиваем на переплетении технологий и социальной сферы, и мы провели много времени, работая над осуществлением этого переплетения И так же, как в основе Intel лежал закон Мура, в основе Facebook лежит идея того, что каждый год количество людей, которые хотят добавлять что-то, делиться чем-то, возрастает Так что мы можем заглянуть в будущее и увидеть, что наши перспективы очень и очень даже хорошие Мы словно бы путешествуем по спирали И я хочу сказать, что для меня большая честь быть сегодня вместе с вами, со всеми Потому что 7 лет назад, кто бы мог подумать, что мы сегодня соберемся все вместе и будем обсуждать такие вещи Это словно сон, и я каждый день просыпаюсь и благодарю Бога за то, что Он дал мне возможность работать вместе с вами Каждый год мы устраиваем F8, и мы поднимаемся каждый раз на новый виток спирали Так что давайте поднимемся на новый виток спирали Давайте создадим классные вещи Давайте переосмыслим деятельность некоторых индустрий И мы с вами увидимся в следующем году на следующем F8, когда мы поднимемся еще на один виток выше Спасибо Очно-заочное и дистанционное обучение в Российском Университете Дружбы Народов Обучение в Руден.РФ